Ну давайте немножко с вами максимально быстро познакомимся. Чуть-чуть давайте подождем, может сейчас еще. Хорошо. Ну вот как раз пока кто-то уходит. Воды, кофе. Воды, можно туда. Больше ничего не надо. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас сталкивался и общается вообще может быть с людьми с ограниченными возможностями, с инвалидностью, у кого-то есть друзья, знакомые, близкие. Один человек. Хорошо. Два человека. Кто услышал о так называемых невидимых инвалидностях? И может привести пример. Что это? Ну, например, сахарный диабет. Супер. Самый частый пример и самый правильный. Что еще? Только я третья. Супер. Ну в смысле... Нет, не супер, что сахарный диабет существует, это большая проблема. Супер, что мы вас теперь узнаем, да, что есть, оказывается, среди наших знакомых такие люди. Хорошо, следующий вопрос. Как вы думаете, сколько учителей, которые вас учили в школе, в институте, имели инвалидность? Без понятия? Давайте прикинем, как говорит статистика. Минимум 12-15% ваших педагогов, скорее всего, имели ту или иную форму инвалидности. Жили с ней, а вы об этом даже не догадывались. Мы еще, наверное, кого-то ждем, да? Кто-то из ребят еще подбежит. Ну, они, скорее всего, в процессе будут подбегать. Переоничные процессы, да. Мы с самой отец. Тогда у меня следующий вопрос к вам. Вы специалисты какой сферы, какой среды? Чем вы конкретно занимаетесь? Чтобы не понимать, какие примеры будут более наглядными для вас. Дизайн, продажи исследователей здесь много разных. Круто. Кто исследователь? Поднимите руку. Ой, это так прикольно. С исследователями мы потом отдельно пообщаемся. Это прям моя любимая стезиада. Итак, на самом деле инклюзия, а я являюсь экспертом по инклюзии и безбарьерной среде, затягивает каждого. И даже если мы этого как бы не видим, на самом деле мы с этим сталкиваемся и мы видим это каждый день. Просто мы можем об этом не знать. Возможно, наш кругозор или наша сфера деятельности или среда, в которой мы выросли, была настолько благоприятна для вас. И вообще, возможно, не имели никогда контакта с людьми с инвалидностью, но это не значит, что их нет. Ну и чтобы сильно не затягивать всю эту демагогию, давайте сразу обратимся к тому постулату, с помощью которого я делаю проекты. И вообще помогаю внедрять их с помощью административных секторов, власть имущих и так далее. Я верю в то, что человека формирует среда. Я думаю, дизайнеры с этим согласятся, что если цвета сделана благоприятно, правильно, продумана, то в ней могут функционировать практически все. Ну то есть, если мы рассчитали, что у нас должна проходимость двери быть определенного размера, скорее всего, в нее может пройти как человек широких габаритов, как и человек колясочник, человек на костылях, пожилая бабушка, которая спотыкается, мама с двумя близнецами в одной коляске и прочее, прочее, прочее. Если это продумано, среда работает для всех и работает хорошо. Но на сколько процентов получается продумать эту среду изначально, на этапе идеи, на этапе того, что нам дали заказ, например, разработать торговый центр, мы сейчас будем все делать и по ГОСТу, и потому, что нам скинул заказчик. На сколько процентов можно продумать вот такое вот всех устраивающие пространство? Ну, ну, если по ГОСТу, то ни на сколько. Супер. Так вот, для того, чтобы сделать вот эту среду по ГОСТу, мы должны сначала поинтересоваться у всех, кто в этой среде будет находиться, а что на самом деле-то для них нужно. Не по ГОСТу, а то, что для них нужно реально. Чаще всего, вот ту процентовку, которую я вам сказала, 12-15%, это та статистика, 12-15% людей с инвалидностью у нас в стране зарегистрировано официально. Почему я говорю официально? Потому что, чтобы вы понимали, неофициально инвалидов намного больше. А если мы говорим не про инвалидность, а про людей с ограниченными возможностями здоровья, то этой статистики нет вообще. Почему? Потому что, ну, практически каждый из вас в течение своей жизни хотя бы раз становился человеком с ограниченными возможностями здоровья. Примеры? Перелом. Естественно, самый простой. Перелом любой конечности. Операции на голосовых связках, когда говорят, что надо сохранять, фонеатр говорит, надо сохранять голосовой покой на протяжении там нескольких месяцев, да, или недель и так далее. Ситуации самые разные. Женщины более всего страдают, если у них было кесарево сечение, и это тоже долгий восстановительный процесс, когда ты там не можешь взять тяжелее чего-то там буханки хлеба, и собственно ребенка тебе поднимать тоже как бы не особо это и надо, чтобы восстановиться всецело и полностью, как это требуется, и как это требует твой собственный организм. Так вот, у нас есть некая среда, уже заранее по ГОСТу спланированная, и в этой среде есть определенное количество участников, какого-то действия или этой среды, и их как бы все устраивает, всех кроме одного. Работает ли эта система, работает ли эта среда в таком случае? Ну, скорее всего нет, потому что, наверное, по статистике это один и является инвалидом. Естественно. Она не работает, она его не устраивает. А он-то не один, а 12-15%. Если хорошо подумать, то это достаточно много, даже для нашей страны, это более 12 миллионов человек. И получается, что все эти 12 миллионов человек постоянно находятся за каким-то барьером, за какой-то гранью, и никто о них не думает. И все говорят следующее. Ну, нас-то все устраивает. Ну, вы тогда его возьмите, уберите. Сделайте ему какую-нибудь вот свою целью. Вот здесь вот, чтобы он нам не мешал, нас-то все устраивает. Ну, этого замечательного человека, в связи с нашими 12-15% пациентов, переносят сюда. Говорят, мы вам все сделали. Нифига. Я, говорит, сюда хочу. Мне сюда надо. Я имею на это точно такие же права. Почему меня сюда не могут внести? В чем проблема? А проблема вся в том, что, в принципе, разрабатывая какие-то вещи, проекты, будь то дома, здания, какие-то федеральные программы, форумы и прочее, 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 для чего угодно коснись. Вот эти 12% если учитываются, то учитываются в самый последний момент или постфактум. То есть, когда мы все сделали, и потом мы вдруг понимаем, пандус у нас не такой, лифт у нас не такой, это у нас не то, нет у нас шрифта правиля, нет у нас желтых отметок, нет у нас ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, много чего нет. И зачем-то мы, кабинет травматолога, в нашей больнице зафигачили на пятый этаж без лифта. Круто, супер, класс, давайте все туда попрыгаем. И вот именно из-за того, что у нас вся система, в принципе, не только у нас, вот чтобы вы понимали, когда я говорю про системы, это затрагивает не только нашу страну, во всем мире так изначально всегда было. Есть страны, которые последние 30 лет смотрят в сторону того, что мы отсюда лучше будем отталкиваться, если этому подходит, элементу, то значит вся следа для всех остальных тоже будет достаточно приемлемой и хорошей. Плюс мы перестраховываемся на тот случай, если кто-то из наших других единиц вдруг тоже меняет свой статус. Если вдруг кто-то из изначальных наших участников процесса, действия вдруг тоже стал человеком с инвалидностью или человеком с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно, нам среду-то уже менять не надо, мы ее изначально задумали, и все хорошо. Вот это если город, и очень быстро на тему того, как, в принципе, в идеальном утопическом мире мне хотелось бы видеть, и что для этого нужно делать. У меня есть небольшая презентация по курсу «Добрый залец. Инклюзивный город». Это курс, который мы разрабатывали именно для специалистов в сфере услуг, потому что в 2020 году, когда случилась пандемия, все мы сели дружно дома, что делать было непонятно. Наш проект изначально был заострен на тему того, что в малонаселенных школах не хватает узких специалистов, логопедов, дефектологов и так далее. Мы занимались больше такой профориентацией для того, чтобы дети, которые имеют статус инвалидности, живя в этих небольших населенных пунктах, имели возможность получать квалифицированную помощь, обучение, образование и так далее. Но 2020 год нам сказал, фиг вам всем, сидите на дистанционке, как тут все с ней равны, и нам все равно, с инвалидностью, не с инвалидностью, есть у нас специалисты, нет специалистов. Ваши задачи сейчас не актуальны. И чтобы наши задачи были актуальными, мы сделали первое. Я вам это уже тоже говорила. Мы спросили людей с инвалидностью в разных группах ВКонтакте, в Телеграм-каналах о том, где чаще всего они сталкиваются с непониманием, я не скажу дискриминацией, это слишком другая какая-то ветка направления всего этого, но где у них возникают проблемы, где возникает нетопонимание, где они неуслышаны, где качество услуг, которые они бы хотели, либо ниже, чем они ожидали, либо они вообще услугу не получили и так далее. У нас появился такой топ-3. На первом месте были магазины, то есть чаще всего люди с инвалидностью, с областью, с ограниченными возможностями здоровья, либо не могли прийти в магазин, либо, приходя в магазин, их игнорировали. Я думаю, если вы когда-то, или в принципе, следите, отслеживаете за какими-то ребятами, у кого-то, наверное, звук включен, ребят, если включен, это звучит как мозг у доски. Это кто-то там уже поплевает. Ну ладно, тоже хорошо. Возможно, вы знаете какого классного питерского парня, как Иван Бакаидов. Слышал, кто-нибудь знает? Нет. Парень однажды вошел, по-моему, в 2021 году или в 2020, в топ-30 список журналов Forbes как лучший программист на 30 лет. У него серьезная форма ДЦП, он очень слабо владеет своей речью, точнее у него прям вот, ну совсем речь нехорошая, он сам про себя в одной из соцсетей, которую теперь нельзя называть, говорил, выкладывал посты «Пойми чуваку». Он читал какой-то стих и просил своих подписчиков отгадать, что он сказал. Так вот, однажды я у Ивана прочитала пост о том, что он приехал в магазин, не в тот, в который он ходил обычно, а в какой-то рядом с домом и хотел купить кусок мяса. Он самостоятельный парень, он живет один, но на улице чаще всего он передвигается именно на электронные кресла коляски, потому что, ну так, чисто удобно. И встав напротив бакалии, значит, напротив женщины, которая должна была ему отрезать этот кусок мяса, мясо он не дождался, потому что женщина, один раз подняв на него глаза, опустила их и стала бегать от него и стороной в сторону. После чего Ваня сам написал в кости, что все, больше никогда туда ни за что, ни при каких обстоятельствах, нафиг надо. Я лучше проеду там эти 2-3 километра даже в кругу или в какой-то дождь, но я приеду туда, где меня слышат и понимают. Это был один из таких самых больших, наверное, звоночков, который дал хороший резонанс в СМИ и вообще в общественности, после чего на такие моменты стали обращать внимание все чаще и чаще. Опять-таки, вернемся в 20-й год. Не пустили ребенка с аутизмом в аквапарк, хотя родители ехали очень долго, наверное, тоже слышали. Потом в Питере на детской площадке стали гнать ребятишек, которые занимались в центре какого-то живого комплекса, жилого комплекса на первом этаже. Какая-то мама с площадки стала их выгонять, мол, не надо нам здесь уходить, у нас тут нормальные дети. И вот этих случаев вдруг стало появляться больше и больше. Стало ли их больше? Нет. Просто на них стали обращать внимание после того, как Ваня выложил этот пост. И мы прямо эту цепочку очень классно отследили. Ну, собственно, магазины стали на первом месте, как я сказала, по опросу. Второе место. Кто может предположить, что это будет интересно? Как вы думаете, где еще люди с инвалидностью чаще всего встречаются с непониманием? Больница? Мы попросили в 2020 году больницы не трогать. Это была пандемия, была наша большая просьба. Но больницы как бы, но близко. Не больницы, скажу, но близко. Ну, госучреждения какие-то? Нет. Школа, школа? Нет. Вы сейчас не поверите. Парикмахерские. Ну, веком. Парикмахерские были на втором месте по рассказам, по запросам, по историям, которые нам прислали ребятам. На третьем месте были стоматологии. Я сказала, очень близко. Хоть мы и просили им называть медицинские учреждения, но стоматологии, они были практически в каждом письме. И четвертое и пятое место у нас так пополам поделили практически. Мама особенных детей писали, что это досуговые центры, доп. образования и так далее. То есть все, что связано вне школы. С ребенком и его развитием. А молодые люди, которые управляют транспортным средством, стали нам рассказывать про СПО и заправки. И мы поняли, что, в принципе, весь обычный наш с вами день для такого человека, он, ну, нереален. Это каждый день борьба. В магазин тебе не сходить, в парикмахерской тебе тоже отказывают, что для нас стало вообще дикостью. Стоматология нет. Есть регионы, есть области, не буду сейчас называть, чтобы никого не обидеть, но, чтобы вы понимали, они есть и их много. Есть области, в которых один стоматолог принимает взрослых с тяжелой формой инвалидности и только под общим наркозом. Даже несмотря на то, что если у этого человека написано «общий наркоз противопоказан, запрещен, нельзя», он согласен его взять даже с острая болью. Только при условии, что он ему делает общий наркоз. Мы все равны? Нет, ничего подобного. Права таких людей ущемляются очень сильно, и для нас это незаметно и невидно. Ровно до того момента, как у нас не появляется такой друг, знакомый, родственник, или мы сами не приобретаем такой статус. Даже временный, потому что поставь тебе запрет на голос, голосовой покой сохранить и так далее, нет у тебя возможности говорить. Ты столкнешься тоже с огромным недопониманием и невозможностью коммуницировать с этим миром. Так вот, после того, как мы собрали этот срез от людей с инвалидностью, от родителей особенных детей, мы стали думать, что же можно сделать. Так как магазины были самой большой группой, мы поняли, что значит, надо двигаться в этом направлении. Мы разработали небольшой... Мне нужна помощь. Мы разработали курс, изначально исходя из огромного количества информации, которая у нас была. В частности, у нас был датчик, скажу, для дефектологии, у нас были педагоги-учителя с 35-летним стажем работы с особенными детьми. У нас были родители, у нас были взрослые с инвалидностью, которые напрямую понимали, о чем идет речь. Но я так понимаю одно. Мы смотрим со своей колокольни. Мы не смотрим с точки зрения обычного рядового продавца. И после того, как мы расписали, сделали огромный курс, который должен был даваться на протяжении двух дней, по 2,5-3,5 часа. Каждый раз, когда мы приходили и начинали отработку этого курса на живых людях, на живых продавцах, наш курс уменьшался, уменьшался и уменьшался. Не уменьшалось его содержание. Уменьшались формулировки, убирались какие-то понятия. Оставалась только та доступная форма, которую может понять человек, которая для него будет полезна. Оставалось очень много прикладных каких-то моментов и упражнений, которые мы отрабатывали прямо вживую. Иногда даже приглашаю кого-то из ребят с инвалидностью, взрослых, подростков, для того, чтобы была живая практика, чтобы люди в первую очередь, как они сами нам потом сказали, чего на самом деле-то им не хватало. Им не хватало понимания, что это за люди. Им не хватало понимания, как с ними разговаривать, как правильно подойти, как правильно помощь-то свою предложить. Потому что были истории из разряда, да вы знаете, я на него посмотрела, у меня сердце кровью обливается, я хочу ему помочь, но я не знаю как. Я боюсь, я подойду, я сделаю только хуже. И люди уходили с желанием помочь, с пониманием того, что он не знает как. Все. Весь конфликт, всей ситуации, которая, например, могла произойти с вами. Возможно, та же самая продавщица тоже хотела ему этот кусок мяса продать, но не знала, как с ним общаться. Как мне тоже дальше пролистать? У меня есть просто, еще. Ага, спасибо. Ну, собственно, как я уже сказала, курс мы стали резать, и как мы вышли на крупного ритейлера, мы вышли на сеть магазинов «Магнит», благодаря нашей администрации города. Я собрала команду, материал мы подготовили, пришли и сказали, слушайте, есть идея, дайте возможность провести. Они кинули клич в торговую палату, и мы сказали, первый, кто откликнется, с тем мы будем работать, на том мы будем тренироваться, отрабатывать все навыки. Сеть магазинов «Магнит» оказались первыми. И когда я в дальнейшем узнала их мотивацию, почему они приняли такое решение, и почему, в принципе, у нас этот кейс очень классно с ними зашел и реализовался, и сейчас, чтобы вы понимали, сеть магазинов «Магнит» можно назвать, конечно, это не официальный какой-то федеральный статус, никто им этого не давал, но это первый абсолютно инклюзивный магазин, абсолютно инклюзивный ритейлер, потому что на сегодняшний день обучено более 220 тысяч продавцов. Они находятся, если я не ошибаюсь, в 61 регионе присутствуют, но это достаточно много, это достаточно круто. Я каждый раз улыбаюсь, когда по городу еду, вижу значок «Доброго», знаете, на магазине. У меня есть друзья по всей стране, которые тоже, когда видят эти значки, начинают фото скидывать, говорят, «У нас тоже появилось», и люди радуются. Это все классно, хорошо, но как это все заработало? Опять возвращаемся. Мотивация людей, вышестоящих, которые принимали решение, была очень простая. Я не буду опять-таки называть имен, но у одного из этих людей, когда-то была травма позвоночника, и на протяжении очень долгого периода, практически полутора лет, человек находился в инвалидном кресле. Она прекрасно понимала, о чем идет речь, когда стали рассказывать про проект, и первое, что сказали, да, 100% да, однозначно да. Следующий человек, который к нам подключился из этой же компании, у него ребенок имеет определенные ограничения по здоровью, статус инвалидности, не знаю, есть или нет, но трудности определенные имеются. Он это не афиширует, имеет на это полное право. Но чтобы вы понимали, в кого это попало, это попало в тех людей, которые напрямую знают, о чем идет речь. Если бы мы попали в компанию, в руководстве которого, скорее всего, не было бы таких людей, наверное, ничего бы этого не было с этой сетью магазинов. Наверное, была бы какая-то другая. Но здесь работало все на живую. То есть мы были актуальны конкретно для конкретных людей. Все. Поэтому проект заработал. Изначально мы стали работать вживую, хотя были ограничения в 2020 году. Это были группы по 30 человек, по 35, по-моему, максимум. Отрабатывали очень тяжело, потому что, опять-таки, изначально это было два дня, по 2,5-3 часа. Было много вопросов, было много живых историй, мы их разбирали. В первый месяц мы из учебного класса выползали, но это ничего. Потому что после того, как люди проходили обучение, у них пошло такое внутреннее астрофанное радио. То есть один магазин обучил своих продавцов. Они все-таки, блин, круто, давай ты иди, и ты иди, и ты иди. Их стала группа набираться все больше и больше, а мы уже практически, как бы, ребят, 35 человек. Мы не можем больше взять. Все, нас больше и не пустят, вас все равно сейчас выгодят. Давайте потом. В ноябре месяце мы все приостановили. Вот почему. Потому что ритейлер пришел с предложением, давайте делать видеокурс. Мы понимаем, что это работает, мы понимаем, что есть отклик, стали писать родители особенных детей, стали поступать запросы от людей с инвалидностью. Когда вот у меня рядом с домом есть магазин «Магнит», когда он станет таким же, я тоже хочу, чтобы там были обучены продавцы. Мы понимали, что небольшой командой, даже там в 4-5 человек, мы не сможем объездить всю страну, да даже свою область в течение года и всех обучить. Это нереально. Поэтому мы стали делать видеокурс с прикладными моментами, с обучением, с живыми героями, с героями, имеющими инвалидность. В частности, это были ребята-колясочники, слабослышащая девушка, тотально глухая даже, у нее нет слуха вообще с рождения. Это были ребята с синдромом Дауна, это была девушка с пограничным состоянием, что-то вроде шизофрении, там очень длинный диагноз, но чтобы вы понимали, мы пытались показать и ментальные нарушения, и психические нарушения, потому что такие люди среди нас есть, они ходят среди нас, живут среди нас своей обычной жизнью, но в какие-то определенные пиковые моменты им, может быть, потребуется помощь в том же самом магазине. Ну и в принципе, когда мы начинали все это, и пошло движение именно в сторону записи курса, были привлечены дополнительные люди, было подключено специальное агентство, TSQ, если я не ошибаюсь, ребята помогали нам адаптировать сценарии, адаптировать курс так, чтобы это было 8-9 роликов по 7,5 минут, по 8,5 минут, чтобы они не были долгими, затяжными, также помогали нам адаптировать тесты, то есть обязательно после каждого ролика продавец должен пройти тест, там нет никаких вопросов за гранью, там больше на человечности, на понимание. И на самом деле, основной мысль, которую мы вообще в курсе вели, и основная мысль, наверное, которая должна быть, если мы говорим об инклюзии. Это тот частый вопрос, который люди сами задают. А скажите, пожалуйста, как правильно говорить? Даун, колясочник, слепой, глухой и так далее. И каждый раз мы повторяем одно и то же. Человек с синдромом дауна. Человек о коляске. Человек с церебральным параличом. Человек, человек, человек. Слово «человек» должно стоять первым. И все. Это даже не про какое-то глубинное погружение в инклюзию, это просто про гуманность, человечность и обычное наше с вами общение. После того, как у нас курс был записан в апреле 2021 года, мы его отправили на несколько конкурсов, получили там достойные места. В основном это были вторые места, нас это очень забавляло. Но в какой-то момент мы обходили других крупных ритейлеров и проекты у них не были связаны с инклюзией. Нас это немножечко так подогревало и радовало. В чем, в принципе, основная задумка на сегодняшний момент и в каком направлении мы двигаемся? Конечно, в идеале это, если подобные курсы и подобные инклюзия будут везде. Магазины – это зона повышенного риска не только для людей с инвалидностью, а в принципе для любого. Незакрепленный стеллаж упал на кого-то – всем плохо. И прочее, прочее, прочее. Очень много факторов риска, факторов травматизма. Скользкий пол, неправильные ступеньки, дверь заклинила и так далее и тому подобное. Но у нас таких опасных зон еще очень много где. Это почты, это госучреждения, это госучреждения, которые находятся в старинных зданиях, которые не поддаются реконструкции. И после того, как мы курсы запустили уже с магазином, нас город, наша область, Новгородская область попросила реализовать курс в отношении сферы туризма. И мы пошли туда. И там началась вот как раз-таки история с тем, что «А что мы будем делать, если у нас здание, там, двери 80 сантиметров, здание, значит, под охраной исторической и бла-бла-бла-бла-бла, ничего ты с этим не сделаешь, никакие ваши спецуборные мы не сделаем, ничего мы здесь не сделаем, что нам, как нам быть, что нам делать». И когда мы говорили одну простую фразу, ну, ребята, самое простое, если у вас госучреждение, вам надо принять человека, подписать документы, отведите для этого кабинет на первом этаже. Вы это можете? И, ну, вы бы видели эти глаза, которые «А, точно!» Можно же специалиста с третьего этажа позвонить и сказать «Галя, спустись на первый этаж, у нас особенный посетитель, ему нужна твоя помощь». Ну, то есть даже вот такое для людей было открытием. Почему? Да потому что никто в эту сторону просто не думал. А действие максимально простое. Все. Ну, и, в принципе, когда мы ушли в ту сферу, и, опять-таки, чаще всего мы встречаемся с вопросами. У нас курс затягивался на огромное количество времени. Мы его старались урезать, чтобы быстро его людям дать, максимально емко, хорошо, понятно. Но мы рассказываем первый блок про слабовидящих. Нам 100-500 вопросов. Мы рассказываем второй блок про слабослышащих. Нам 100-500 примеров. Что здесь самое главное? Вот что хочу оставить вам, чтобы вам было максимально просто, и вы, не пройдя весь наш курс, имели хотя бы какое-то понимание. Надо уметь, самое главное, надо уметь предлагать свою помощь. Надо уметь слышать потребности человека с инвалидностью, с ОВЗ, который пытается вам свою позицию донести. О чем речь? Если к вам приходит слабослышащий человек, скажите, пожалуйста, кто из вас знает, как правильно с ним общаться, даже если, например, вы, конечно, можете не владеть русским жестовым языком, но у вас, например, есть телефон, где есть заметки, можно ввести все туда, или есть лист бумаги и ручка, где можно написать свои вопросы, он может вам ответить. Какие еще действия надо выполнить для того, чтобы, например, пройти в ваш кабинет? Показания. Ну, может быть, сначала спросить, удобно ли человеку, типа, может ли он читается как-нибудь так? Класс. А вы знаете, что многие люди, слабослышащие, достаточно плохо владеют письменной речью? Возможно, он понимает по губам. Возможно, он понимает по губам, ему вообще не нужен блокнот. Но самое главное следующее. Слабослышащий человек для того, чтобы пройти в ваш кабинет, должен находиться постоянно за вами. Потому что, если вы пойдете сбоку от него, как вы привыкли это делать с другими людьми, можно я тебя попрошу подойти ко мне? Как зовут? Лера. Лера, очень приятно. Как мы обычно ходим с коллегами? Давай сделаем пару шагов, мы идем о чем-то, беседуем, разговариваем и так далее. Здесь меня окликивает кто-то из других сотрудников, неважно, там, другой посетитель, я разворачиваюсь, начинаю отвечать там. Слабослышащий человек, знаете, что делает в этот момент? Лера, иди дальше. Идем, да. А когда он доходит до какой-то точки и понимает, что рядом никого нет, знаете, что ощущает такой человек? Ну, обиду, наверное. Естественно. Он понимает, что всем пофиг на его присутствие здесь, и это самое страшное. Такие люди чаще всего, спасибо огромное, можешь присаживаться, чаще всего сталкиваются с тем, что они ощущают полное равнодушие окружающих к ним. Для того, чтобы слабослышащего человека сопроводить в свой кабинет, в другой кабинет и так далее, вы должны идти перед ним, и вы должны сказать ему, идите за мной, чтобы он видел, куда вы идете, а не просто показать, вот сюда налево, вот сюда направо, третий этаж, пятый этаж, спуститесь два раза, поверните туда, 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 постучите по дереву. Так не работает. То же самое касается, например, одного из самых трудных случаев, который мы всегда приводим, но до какого-то момента, когда мы об этом рассказывали, люди нам не верили. Пока мы не сняли ролик прям с таким живым участником, ну, как бы все заиграло другими красками. Как сопроводить человека и помочь подняться человеку по лестнице, у которого отсутствуют руки? Ну, давайте, сейчас научу, вот самые классные вещи. Как поднять по лестнице человека? Помочь подняться по лестнице человеку, у которого нет рук. Ну, наверное, тоже надо за это не будет. Нет, есть классный ответ, который я очень люблю. Все говорят, так, зачем по лестнице мы поднимемся на лифте? Нет лифта. Дом культуры, три этажа, надо подняться на второй этаж. Как вы это будете делать? А можно вопрос подождите? А почему он не может тогда и подняться? Да. Нет, может, как он поможет. Мы не можем сзади его за спину взять, чтобы он не поднял. Класс! Первый раз я тут ответила абсолютно правильно. Тогда я зову тебя обратно, Лена. Помоги мне, пожалуйста. Вся проблема в том, что человек самостоятельно без рук может подняться по лестнице, по той лестнице, которую он знает. Он знает высоту ступенек. Может быть, вы с этим сталкивались. Есть прикол нью-йоркской станции метро какой-то, где одна ступенька не соответствовала всем остальным на какую-то сотую миллиметра. И все в нее спотыкались. Есть огромная нарезка видео, где люди все спотыкаются об эту ступеньку. Наш организм привыкает. Он запоминает алгоритм. Если ты поднимался, и ступеньки все были 10 см, и одна вдруг 9,8, или наоборот 10 см, 2 мм, ты там столкнешься. А если пришел в наше учреждение человек, у которого отсутствуют руки, для него любая лестница, в которую он пойдет, будет новой, если он пришел к нам в первый раз. Поэтому надо уметь первое предложить свою помощь, правильно ее оказать. Мы здесь обязательно напоминаем следующие факторы. Если к вам обращается такой человек, вы должны в первую очередь соотнести риски для себя. Что это такое? Человек не должен быть намного выше вас. В противном случае у вас не получится его придерживать за спину так, чтобы ему действительно помочь. Человек не должен быть намного крупнее вас. Потому что если вдруг он споткнется, есть риск того, что и он травмируется, и вы травмируетесь. В данном случае Лера для меня идеальный подопечный, потому что я могу проконтролировать все ее движение по лестнице и ей точно помочь. Следующее. Надо правильно предложить. Лера, здравствуйте. Нам надо с вами пройти в актовый зал на втором этаже. Я могу вам помочь? Вы разрешаете? Я вас сейчас возьму под лопатки. Если вдруг вам будет дискомфортно, вы мне об этом скажете. Хорошо? Все. И следующее мы делаем следующим образом. Следующее делаем следующим образом. Мы наши ладошки располагаем в районе лопаток. Не по позвоночнику, не выше, не ниже. Это достаточно комфортная зона. И для самого человека мы сильно не нарушаем его пространство. И для наших маневров, если вдруг человек будет спотыкаться или что-то с ним пойдет не так. Плюс человек будет идти перед нами, соответственно, он будет выше. То есть где-то на уровне нашей головы, нашей шеи и так далее. И вот так вот придерживая, человеку помогать подниматься. Расстояние между вами должно быть одна ступенька. Этого достаточно. Да. Скажите, а спотыкаются же вперед? Вперед, да. Это же нам надо. Просто вы. Смотрите. Спотыкаются вперед. Поднимаются. Хоп. Вот это вот тоже. Почему руки именно в этом месте? Потому что даже придержать есть возможность. Но просто когда человек поднимается, ему основная задача. ногу поднять, да. И на незнакомой лестнице тяжелее всего сориентироваться, как это все делать. И все равно человек будет смотреть под ноги. Да, споткнется вперед, если споткнется. Но вот это вам даст возможность придержать. Я просто... Ты просто же спотыкаешься носком, а краю ступеньки. Ну, обычно. Я просто никогда назад не спотклывался. Нога соскальзывает. Может. Ступеньки длина неизвестна тебе. Может соскочить, соответственно, опять. И придержать и так, и так. Но вот это вот удобная зона для того, чтобы сделать этот маневр и помочь человеку. Что мы делаем, если человек, у которого нет верхних конечностей, должен спуститься? Дэра, разведлись, пожалуйста. Мы сейчас будем с тобой спускаться вниз по лестнице. Я пойду перед тобой. Если вдруг ты будешь спотыкаться, если вдруг получится так, что ты почувствуешь, что ты теряешь равновесие, можешь опереться мою спину. Плечом, грудью, как тебе будет удобно. И держать за перила, обязательно. Сам держишься за перила, идти перед человеком, ощущая, что между вами одна ступенька. И вот тут, если он будет падать, есть возможность притормозить. Есть возможность помочь ему опереться в свою спину, выровняться, встать, продолжить этот путь. Именно поэтому первый пункт крайне важен. Если бы Лера была 2 метра роста, 150 килограмм весом, этот маневр делать нельзя. Спасибо огромное, можешь опять присаживаться. И здесь крайне важно напомнить людям, которые работают в коллективах, о том, что вы должны уметь коммуницировать еще и между собой. И мы учим людей из туризма подходить и говорить своим коллегам. Ты знаешь, Ксюш, ты метр восемьдесят, побольше меня, я метр шестьдесят, пятьдесят килограмм веса. Ты можешь мне помочь с посетителем особенным, который пришел? Потому что у меня нет физических возможностей ему помочь. Чтобы это не было никому обидно, потому что, «Ах, ты что это, ты меня толстая назвала?» Вот это вот самая частая фразочка. То же самое касается людей, которые передвигаются на электронных креслах-колясках, в принципе, на инвалидных креслах-колясках. Когда мы понимаем, что человек намного крупнее нас, выполнять маневр с коляской для вас опасно. Поэтому надо звать человека, который этой коляской сможет управлять. И тут тоже очень важный момент. Коляска – это продолжение человека. Хвататься за нее без разрешения нельзя. Вообще, любому человеку, если вы хотите что-то предложить, свою помощь, как-то поддержать и так далее, помочь куда-то пройти, вы у него должны спросить разрешение. Можно я возьмусь за вашу коляску, он с вами пойдет в дом-то кабинет? Да, можно. Только после этого вы берете на нее и идете. Давайте, может, какие-то вопросы сейчас. А я водички пакаю. Да, можно вопрос? А откуда все эти методики вы взяли? Вы сами их придумали? Это какой-то эмбирический опыт? Это какие-то практики? Мне очень нравятся практики. Сами придумали практики, сидели с двумя. Нет, у меня не очень сильно критики, просто интересно стало, как до этого дошли. Я в самом начале сказала, у нас в команде было огромное количество специалистов. Я сама являюсь психологом, логопедом. У меня вообще синдром самосванса. Я стараюсь делать депутатное образование для того, чтобы расширить свой кругозор. У меня даже есть медицинское образование младшей медицинской сестры по уходу за больными. Поэтому весь материал, который мы штудировали, поверьте, его очень много. Но он весь специализированный. Это для дефектологов, это для логопедов, это для сурдопереводчиков, для сурдопедагогов. Чтобы вы понимали, по каждой нозологии, нозология это так называют инвалидность, болезнь, состояние, заболевание, диагнозы и прочее. Они между собой даже не перекликаются иной раз. То есть то, как ты помогаешь слабовидящему, это абсолютно не то, как ты помогаешь слабослышащему. И узкопрофильный специалист не знает то, как помочь другому направлению, другой нозологии, как с ней работать. Вплоть до того, не существует универсального человека, не существует универсального специалиста. Поэтому мы их искали в разных сферах, собирали и брали весь тот опыт, который был у каждого из них, и комбинировали. Поэтому эта работа, она очень трудоемкая была. Мы очень много времени потратили. Но как бы, вот все ругают пандемию. Я тоже ругаю пандемию, но спасибо ей огромное. У нас была возможность всех этих специалистов выцепить, потому что они все были до дистанционки или дома. И у нас эта возможность, эта передышка в их рабочем процессе, она нам помогла. То есть это такие, можно сказать, best practices, правильно? Это даже не best practices. Это те материалы узкопрофильных специалистов, которые существовали. Мы адаптировали их для конкретных слушателей. Для продавцов магазинов один материал с одними примерами. Для работников туризма чуть более другой материал. Там больше про общение, меньше про передвижение. Для магазинов больше про передвижение, меньше про общение. У них есть вообще один единый скрипт. Мы его зауниверсалили до безумия. В принципе, подходящий практически под все нозологии, под все категории. То есть прям вообще под все. Добились результата максимального. Но есть некоторые специалисты, у которых так не получится. То есть у них не будет такого единого скрипта. Те же самые стоматологи. У них не получится разговаривать со всеми людьми. С людьми с разными нозологиями по одному и тому же скрипту. Ну, во-первых, потому что, скорее всего, люди будут приходить с родственниками. В медицинские учреждения человек с инвалидностью в одиночку редко приходит. Чаще всего приходят с сопровождением. Если не родственника, то друга. Если не друга, то соцработника. И это всегда коммуникация через трех. И, кстати, тут еще один очень хороший момент, который надо запомнить. Во время съемок, когда мы снимали «Курс для магнита», у нас возникла жуткая ситуация. У нас была приглашена актриса театра. Прям очень хорошая, классная девушка. Она, так скажем, по физиологическим, по физиогномическим своим параметрам вписывалась в такой портрет среднестатистической продавщицы. У нее такое достаточно миловидное лицо, круглое, все вот прям вот один в один. Мы ее переодели такие «Галя, это ты!» Все. И когда мы стали снимать блог по нозологии именно про людей с нарушением слуха, мы 40 минут не могли объяснить, как правильно поступить. У человека сломался мозг. Вот давайте опять на примерах, но мне уже давайте кого-то еще крови позовем. Давайте, молодые люди, ко мне подойдите, с вами поиграем. А мне надо два человека. Вот смотрите. Александр. Тигран. Тигран. Прошу прощения, да, забыла человека, с которым переписывалась в толь время. Они пришли, например, я продавец, ко мне пришли два замечательных молодых человека. Один из них не слышит, сами на КМН решайте, кто, мне все равно. Если вы не суеверны, то пофиг. Я пусть не слышу. Хорошо. Александр не слышит, Тигран его друг, который владеет русским жестовым языком. И ко мне обращается Александр через Тиграна, да, но смотрит на меня. Александр мне говорит, скажите, пожалуйста, где у вас горошек? В этот момент мне Тигран это все озвучивает. Как поступает мозг человека? Вот разойдитесь чуть подальше, чтобы было понятно. Вы мне эти подключаете, да? Я разворачиваюсь и начинаю отвечать Тиграну. Это как бы нормально. Наш мозг так устроен. Мы отвечаем на звуковой запрос. И нам хочется ответить ему. Что чувствует в этот момент Александр, который вопрос мне тогда звучал? Лично себя чувствует, да. Его как бы для меня нет. Мне же легче с Тиграном весь этот вопрос обсудить. У нас актриса профессиональная 35 минут не могла настроиться. И каждый раз, когда девушка на русском жестовом языке говорила, а сурдопереводчик озвучивал, делала вот так. Вот она смотрела, а потом в какой-то момент прямо механически разворачивалась. И она стоит, она пошла, проплакалась, покурила. Там, не знаю, почитала аффирмации, мантры, что-то сделала. Но она вернулась и сказала, все, все, я поняла, только пожалуйста, вот еще на два шага вот сюда вот в сторону уйдите. И вот только после того, как сурдопереводчик в кадре чуть дальше отошла, она смогла перестроиться. И она стояла вот так вот кивала головой. Потому что общаться со слабослышащим человеком, у которого есть сурдопереводчик, крайне тяжело. А почему? Ну, в смысле, он же вам озвучивает, вы на него и смотрите. Я не говорю. А это просто звук оттуда идет. Звук оттуда идет. От меня звук идет, а Саша мне разговаривает. Я же по сути... Он мне говорит на пальце. Вот. Почему? Александр, показывайте мне что-то пальцами. Я что-то показываю. Показывайте. Руками, да. Будем изображать. Простите, пожалуйста, все сурдопереводчики, знающие русский жестовый язык. Ну, что-то Александр мне говорит. В этот момент Тигран отвечает. Скажите, где горошек? Скажите, где горошек? Горошек на той-то полке сходите, возьмите. Ну, ах, и я. Запрос поступил не от Тиграна. Запрос был от Александра. И общение, и коммуникация должна проходить с тем человеком, который запросы озвучивает, делает. Ну, то есть, ответ. Плохо слышит? Он их плохо говорит? Разные состояния. Чтобы вы понимали, почему у нас прям блоками, а не по конкретным диагнозам. Почему на самом деле правильно говорить? Ребята, спасибо огромное, можете присаживаться. Спасибо. Почему вообще мы стараемся на курсе доносить вот такие вот приемлемые формулировки? Потому что очень многие обижаются, не обижаются. Кто-то говорит, да называйте нас инвалидами, нам все равно. Кто-то говорит, нет, называйте нас люди с инвалидностью. Нет, называйте нас по нашим состояниям. Вот если мы говорим про слабослышащих, мы стараемся использовать именно этот термин. Слабослышащие. Почему? Потому что здесь есть и тотально глухие с рождения, и люди слышащие с помощью слухового аппарата, и люди глухонемые, которые и не имеют слуха, и не имеют возможности говорить. Но не каждый слабослышащий не имеет возможности говорить. Многие слабослышащие умеют говорить, и говорят, и говорят достаточно неплохо. Вся фишка в том, что в любом случае, я вам сейчас привела пример именно, когда у нашего слабослышащего есть сопровождающее лицо, владеющее русским жестовым языком. Это очень актуально именно для людей тотально глухих. Например, с рождения. Такой человек, не обладающий речью, ну, по-другому коммуницировать-то не может. Я вам уже озвучила тот факт, что не все из них прям пишут хорошо. Потому что для них на русском жестовом языке проще сказать, что дайте мне, пожалуйста, мне надо это. Ну, как бы я сталкивалась с таким человеком, и обычно он говорит, но он говорит медленно, и да, показывает рукой. И даже если тебе, как бы, второй человек, ну, как бы, говорит, то это даже не всегда необходимо. Ты в целом просто медленно ждешь, пока он тебе это озвучит. И все, и ты ему точно так же отвечаешь. Я вам сейчас конкретно просто пример приводила. И такое бывает. Опять-таки, кто-то владеет речью, кто-то не владеет. Кто-то владеет лучше, кто-то владеет хуже. Тотально глухие с рождения, которых не учили, не было возможности научиться говорить. Но была возможность выручить русский жестовый язык уже в более сознательном возрасте. Человек все равно говорить не умеет. Ему проще общаться с помощью русского жестового языка. Есть ли у него вопрос? Хорошо. Мне просто кажется, что было бы более понятный пример, если бы, допустим, Саша показывал бы жестами, Тигран бы произносил этот голос. Тогда бы было понятно, что... Так я так и просила их просто. Лера. Ну, просто так сказали, что типа, Саша озвучил. То есть, в моем понимании, это типа, Саша произнес ртом слова. Ну, видишь, ты не понимаешь уже и на моментах нету. Это из разряда... Вот многие же слышали, это что слышать духи, да? Слышать духи, чувствовать духи. Чувствовать запах, слышать запах. Вот это об этом же. Это просто формулировки. Основная суть такая, да, абсолютно правильно сказала. Если бы Саша показывал, Тигран озвучивал, моя задача все равно общаться и смотреть на Сашу. Несмотря на то, что Тигран это все озвучивает, говорит. А Александр показывает на русском жестовом языке. Правильно отвечать запрос тому, кто тебе его отправил, а не тому, кто его озвучил. А вот какая ситуация, если человек слепо, глухонемой? Ой, это самая тяжелая группа. Мы вообще с ней, мы ее в пример не привозили, мы ее только говорили на мастер-классах. То есть мы ее не записывали, мы говорили на мастер-классах на живых. Почему? Потому что слепо глухонемой человек самостоятельно в магазин не придет. Потому что слепо глухонемой человек придет только в сопровождении. И мы это прекрасно понимаем. И опять-таки мы сокращали курс до тех реальных ситуаций, которые могут встретиться и обязательно встретиться в жизни и в работе. самое главное, того человека, для которого мы курс читаем. Самый прикольный тоже момент, про невралгию вам сейчас расскажу, был у нас с ребятами по туризму, когда мы приехали к музейным работникам и рассказали им про синдром Туретта. Слышали о таком? Да, конечно, да. Так вот, давайте тоже мини-опрос. У кого-нибудь есть невралгия или когда-нибудь в жизни защемлялась дальнейшинная нерв? Да ладно, никогда не защемляли, вот вы все везучи. Защемлялась херен, конечно. Защемляли? Ну вот ребята, наверное, понимают, что это такое, до тех пор, пока либо тебе укольчик не дадут, либо ты не месила, четыре пачки не выпьешь, с пониманием того, что сейчас еще и почечки посадят. Вся проблема в том, что любая невралгия, ну, если это острая фаза, режить ее за секунду нереально. Синдром Туретта – это неврологическое заболевание, это неврологическое расстройство, которое очень тяжело поддается какой-то коррекции, какому-то лечению. Человек с синдромом Туретта, возможно, испытывает какие-то тики физические, а возможно, голосовые, когда... Или нюкать начинает. Самое сложное и самое страшное для людей синдром Туретта – это если в их речи присутствуют тик на маты, на нецензурную брань, на какое-то конкретное слово или еще что-то. Почему это тяжело? Да потому что каждый, кто это услышит, пальцы на тебя покажет, скажет, какое ты на самом деле, но и так далее и тому подобное. И попросят уйти вас с детской площадкой, потому что тут же дети. И попросят вас уйти из музея, потому что тут тоже дети и люди, что вы здесь делаете? Нам пришлось очень сильно попотеть для того, чтобы доказать музейному работнику на живом примере, который случился в Эрмитаже, когда во время экскурсии как раз какого-то класса небольшого в эту же секцию зашел человек с синдромом Туретта в сопровождении своих двух друзей. У него не было мата в речи, у него был голосовой тик, ну плюс еще какой-то физический, то есть что-то выдавало в нем какую-то невралгию. Но тик был звуковой, и дети начали смеяться. Дети начали смеяться, педагог себя попел, ну так, как мог себя подвести, он подбежал к музейному работнику и стал говорить о том, что сделайте что-нибудь, выведите этого неадеквата отсюда. Музейный работник бросился к этому человеку, стал всячески говорить, что извините, давайте вы придете позже, тут вообще-то дети, вы как-то тут вот что-то сделаете со своим другом. Что случается с человеком, у которого есть нервный тик, ну или который, например, заикается, если он попадает в стрессовую ситуацию? Ничего, что заикается. Супер. То же самое произошло с этим парнем. Тик усилился, потому что он прекрасно понимает о своем состоянии, он с ним живет каждый день 24 на 7. И осознав и заметив, что его увидели, ему сейчас наговорили, его друзья, много всего нехорошего, тик его усилился, они, естественно, ушли. И к нам поступил запрос, а что же надо было сделать в той ситуации? Возвращаемся к первому слайду. Что надо было сделать? Отталкиваться от него в первую очередь. Правильно. И надо было выводить группу детей. Надо было музейному работнику подходить и говорить, ребята, слушайте, существуют разные состояния, по которым люди вот имеют какие-то определенные потребности, да, в разной ситуации бывают. Кто-то гриппом болеет, а кто-то не может контролировать какие-то свои звуки и прочее. Давайте мы сейчас дадим возможность спокойно посетителю пройти выставку. Вы можете пройти вот сюда бонусом что-то там посмотреть, а потом вернетесь на эту экспозицию. Почему именно так? Это был вопрос. Потому что таким образом короче, группа детей, она более мобильна, чем симптомы какого-нибудь заболевания. Они, скорее всего, переживут это намного здоровее, чем человек, у которого не получится вот этот вот стресс. он его испытает сильнее. Ну да, они не такие лишние, еще чего-то. Да, а еще у этого человека есть права. У этого человека есть ровно такие же права, как у всех остальных. И, как минимум, музейный работник не имел права его выгонять. Пойти поговорить с детьми он имел право. Рассказать о том, что не вникая в подробности, что ребята, это синдром Туретта, сейчас я вам прочитаю лекцию на 25 минут. Нет. Подойти и сказать, у человека есть определенные потребности, пожалуйста, давайте войдем его в положение и не будем ему мешать. Я вас очень прошу не смущать его, ведь всем было бы неприятно, если бы вас обратили внимание, стали смеяться, как далее, вы же понимаете, да. Даже пьяному человеку можно это объяснить. Если подойти и сказать, ну вы же знаете, что такое бывает. Знаю. Ну вы же понимаете, он сейчас, вот есть такое, надо не мешать человеку. потому что для того, чтобы прийти в этот музей человеку с синдромом Туретта, первое, пришлось, наверное, пережить экзистенциальный кризис и принять тот факт, что он в этот музей действительно хочет. Это раз. Позвать своих друзей, которым надо было объяснить, что ему действительно надо в этот музей, он хочет, чтобы они его сопровождали, чтобы ему помочь, чтобы, если что, его защитить. Третье, прийти в этот музей уже на пороге, 10 тысяч раз подумать и переволноваться с усилением Тика о том, что, может, это все-таки плохая затея, может, все-таки развернуться сейчас и опять вернуться в четыре стены, из которых ты не выходишь практически никогда. И вот в тот самый момент, когда все это пройдено, друзья хлопают по спине и говорят, Андрюха, все нормально, погнали дальше. У нас там музей египетских древностей и так далее. Он приходит, и вдруг группа детей педагог, который спасен детей, работник музея, который уважает детей, ну, а этот человек тоже когда-то был ребенком. И синдром Туретта чаще всего это наследуемое заболевание. Есть несколько разновидностей или несколько вариаций того, когда это приобретенный диагноз. Но опять-таки этот человек в таком дискомфорте живет постоянно. И чтобы вы понимали, этот синдром Туретта не лечится. Он может до какой-то степени... Да-да-да. У меня вопрос. А вот, ну, с точки зрения этики, музейный сотрудник должен ли вообще игнорировать интересы больше группы, в сторону интересов одного человека с очень специфическим заболеваниям? Конечно. Долго. Ну, а если, допустим, группа взрослых людей, они приехали из другого места, они очень хотели, они приехали стоять, вот сейчас у нас один гражданин, он заболевание, пожалуйста... Если группе это никак не мешает, ради бога. Я вам привела пример тогда, когда группа повела себя неадекватно. Когда запрос этого человека почему-то не был учтен. Вы поймите, вот я в самом начале опять-таки перекинулся из точек, говорила, когда мы говорим про инклюзию, когда мы говорим про безбарьерную среду, мы для того, чтобы среда была действительно безбарьерной и абсолютно всем доступной, должны отходить и идти не по пути ГОСТа, как удобно большей массе, а пойти по пути, когда мы всю среду подстроим под вас конкретно. Есть 12-15% людей с инвалидностью с ОВЗ. Если всю среду сделать таким образом, чтобы им было удобно и комфортно, эта среда и всем остальным будет удобно и комфортно, но в эту же среду вписываем пожилых, но в эту же среду вписываем мам с колясками, пап с колясками, любых людей, которые сломали любую конечность, и они сейчас не могут в эту среду вписаться, если она не подготовлена. А мы не попадаем в какую-то казунистику, когда мы начинаем просто абсолютно любого возможного случая игнорируют интересы в большинстве. Ну, интересы в большинстве это просто немножко здесь... Какова вероятность того, что с конкретным человеком ничего не произойдет, он не поменяет свой статус? Какова вероятность того, что среди сегодня присутствующих, я не буду ни на кого тыкать, никого не говорить, но кто-то вдруг в какой-то момент станет человеком с нарушением упора двигательного аппарата. Хотите живой пример, как это происходит? Вот, пожалуйста. А, и почему так происходит? Тоже очень классно сейчас вопрос задал. Напомнил мне одну замечательную историю. Если мы идем на пути вот этой схемы, два примера. Первый. В один небольшой населенный пункт, воинскую часть, приезжает семья программистов, которых, значит, наняли на работу, парень с девушкой. У них ребенок с церебральным параличом, при этом абсолютно интеллектуально сохранный, все у него хорошо, у него функционируют руки, он может самостоятельно писать, единственное, он перемещается на колясок. Он достаточно плохо передвигается на своих ногах. С чем сталкиваются несчастные родители, которые, чтобы вы понимали, сразу, это спойлер, они проработали там 4 месяца. Потому что, когда они пришли в школу, в школе сказали, вычет совсем только индивидуальное обучение. Они такие, ну мы в городе учились в школе, пожалуйста, у него вообще отличник, вы что? Нет только индивидуальное обучение. Я не буду сейчас учителей переучивать для вашего ребенка. У нас нет возможности поставить панус. У нас т, т, т. Нет, 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 нет. Ребята не стали сильно воевать, они в принципе не были вообще готовы к тому, что такое может произойти в наше время. Они забрали ребенка на домашнее обучение, проработали там 4 месяца, сказали, нет, знаете, нам с таким отношением нафиг надо, мы поехали обратно. А вот история из Подмосковья. Обычный класс шестиклассников, все хорошо, лето, купалка, все замечательно. Один парень прыгает на торзан, и ломает тебе шею. И он становится, ну, это опять-таки сленг ребят с нарушением корнодвигательного аппарата, шейником. У него ничего не двигается ниже грудного отдела, и руки не двигаются. Знаете, что случилось в его классе, в его школе? Было собрано родительское собрание без присутствия родителей этого мальчишки. Они нашли деньги, не скидывались сами, они нашли фонд, который им помог поставить пандус, сделать специальный дополнительный лифт на этаж, через который, через лестницу где нельзя было сделать вот этот складной пангус, и надо было ему подъемник ставить. Дошлось все на свете, учителя переобучились, и одноклассники пришли и проверяли, и мальчишка учится до сих пор. Вопрос, почему первая ситуация так, а вторая это? Сейчас опять напишу, чтобы не видно было, а потом покажу. вот почему. Вот пока у нас будет вот это, будут такие вопросы. А почему мы мнение большинства не учитываем, мы учитываем мнение вот это. Мы с вами не уходим в демагогию политики, каких-то там националистических групп, меньшинств или еще чего, то мы сейчас говорим конкретно про инклюзию. Если мы не будем учитывать, что у нас в принципе существует 12-15% людей с инвалидностью, и мы должны нашу среду заведомо подготавливаться, там не надо ничего сложного, там зачастую все делается намного проще, чем делаем мы. Мы очень много усложняем, когда создаем проекты тех же самых зданий. Если бы мы просто делали сразу проем такой, чтобы каждый мог войти и въехать на любую коляску, не делали бы дополнительных 1500 ступенек, просто опускали на тот уровень, если это возможно, или делали это не ступеньками, а накатным подъемником, то хорошо бы плохо всем. Просто, знаете, зачастую закрываются глаза. Кто-то еще? Да, да, да. Два вопроса. Первый, вы так и не сказали, как предлагать свою помощь, если ты видишь, что такой человек, и он сам не просит. И вторая, как его ненавязчиво поддержать в такой ситуации, как в музее, или, например, в магазине, он на кассе стоит, уже огромная очередь, и даже если открывают вторую кассу, народ все равно начинает возмущаться, говорить, типа, что ты, выперся, задерживаешь, все дела. И говорят, и будут говорить ровно до тех пор, пока у нас не будет минимальных курсов просветительских по инклюзии в учебных заведениях. Ну вот, для нас... Это, к сожалению, реальность. Для вас, пожалуйста, а, пример я приводила, это как мы разговаривали в моменте, когда предлагать помощь на подъем. То есть, первое, это не нанеси добро, это предложи добро. Подходишь к спрашиванию, скажите, пожалуйста, я могу вам чем-то помочь? Нет? Если что, вы можете ко мне обратиться. Да? Хорошо. Дальше алгоритм действий. Если это человек на коляске, обязательно спросите. Скажите, пожалуйста, я могу взяться за вашу коляску? Да. Самое простое с человеком на коляске. Хочешь понять, как ему помочь и как управлять с коляской? Спроси у него. Скажите, пожалуйста, вас там левое и правое колесо не западают? Как нам ехать? Быстрее, медленно? Да, я не знаю, как поедешь, все нормально. Если что-то будет не так, я тебе скажу. Все, договорились, поехали. Ну, вот. А во втором случае, когда, ну, понятное дело, что будут говорить и понятное дело, что нет смысла вступать с ними в переплавку и что-нибудь доказывать и говорить, потому что кажется, что человека еще больше это заставить стесняться. вот как можно ненавязчиво его в этой ситуации поддержать? Есть какое-то, может, универсальное средство? Смотрите, давайте вот вернемся к варианту синдрома Туретта. Знаете, какой максимально гармоничный и правильный способ для того, чтобы поддержать такого человека, если он пришел в тот же самый музей? Не обращать на него внимания. Просто не обращать на него внимания ровно до тех пор, пока он сам не подойдет и попросит какую-то помощь. Бросаться к каждому человеку с инвалидностью, если ты ее заметил, это странно. Это вот то самое нанеси добро. Этого не надо делать. Если ты видишь, что человеку требуется помощь, предложи спроси, я могу вам чем-то помочь? Достаточно. Если человеку реально нужна помощь, он тебе ответит. Если человеку самому нужна помощь, он вообще сам сразу зайдет и попросит об этом. Но вариант того, что ты каждый раз будешь акцентировать внимание, нет, не надо. Поэтому есть желание, хорошо, правильно предложи. Очень простые фразы. Скажите, чем я могу вам помочь? Все. Давайте еще вопрос. А вот чужой свой, это вы, чужой, это про область, что было, про какой-то регион? Нет, нет, пропустил, чужой свой. Это про ситуацию, когда один ребенок приехал, уже с инвалидностью, он в группе чужой, его не приняли. Про другой вопрос. Вы сказали, что ребята переехали в какой-то регион? Да, они приехали в маленькую гонскую часть, из другого региона. Для них это было вообще из ряда вон уходящие. Просто как будто бы дело не в чужом, или в своем, а просто в регионе, или в московской области. Нет, нет, нет. Просто принятие, не принятие группы. Да, мне кажется, это гораздо относительно право, потому что есть еще отдельный менталитет. Ну, это как-то... Нет, это везде так. Это по-моему участку. Если мы говорим... Определенная степень дикости, она присутствует от недостатка информирования. Супер, спасибо, замечательно. Этим можно даже подытожить. Почему основная проблема инклюзии до сих пор не решена? Потому что люди, они не знают, не слышат, не слышат, не хотят. Ну да. Поэтому мы сейчас напрямую пытаемся работать с Министерством просвещения, предлагаем проводить именно в СУЗы, даже не в ВУЗы. В ВУЗах все-таки с этим чуть попроще. Есть та же самая, не знаю, как сейчас, но раньше была валиология, на которой рассказывали о том, что есть люди в разных состояниях, вообще, как с ними можно общаться. Хотя бы общаться, уже не про коммуникацию и прочее-прочее. А в средне-специальных учебных заведениях об этом вообще ни слова. А это основная группа, которая в дальнейшем будет работать, скорее всего, вот в той же самой сфере обслуживания, в которой чаще всего такие просадки. Да. У меня два вопроса. Первый касаемо Минобранауки, ну или там просвещения. С кем-то, да? Я так понимаю, что вы с ними сейчас обсуждаете именно момент обучения в школах учителей или каким образом? Средне-специальные учебные заведения. Средне-специальные это СУЗы. Технику, колледжи и так далее. Окей. Даже может быть он в этот список. А касаемо именно школ, сейчас у вас какие вообще есть идеи, планы, как с ними работать? Сейчас скажу и объясню. Любая схема, любая система должна работать поэтапно, отталкиваясь от того базиса, который есть. На сегодняшний день базис такой. Инклюзия в стране развивается, развивается, я могу статистику собственную привести. А ранжированности в интернете, в СМИ и так далее, а это как обычно такой хороший срез по обществу, насколько актуальна тема или нет. По тем законам, которые были приняты в последнее время на тему инклюзии, то же самое. За 7-8 лет их намного больше, чем было то, и в принципе они стали появляться чаще, чаще, чаще и внимание на этом заостряется. Можно я возражу? Давай. Извини, пожалуйста. Просто, если мы говорим про образование именно детское, о нет, я образование не говорю. Ну, окей, про инклюзию. Просто с точки зрения, если помнишь, я не знаю просто сколько вы этим работаете, раньше в школах было прям отдельно, вот законодательно потом убрали, что если у ребенка есть какая-то девиация, то были специальные государственные учреждения, которые, ну, то есть, если ты не попадал, они сейчас становятся, они сейчас стали частными, то есть, они уже сейчас не так сильно финансируются, чем раньше. И с учетом того, что сейчас законы, наоборот, принимаются, хотя был принят вот этот вот закон, который, типа, либо ты, значит, ну, типа, для самых, вот, как бы, таких жестких девиаций, либо, пожалуйста, в общий образовательный класс без там, ну, вот, без вот этой средней, как бы, штуки с коррекцией, почему же этот закон не вернули? Или каким-то образом по-другому теперь это устроит? А здесь тоже, ровно то же самое, что я сказала. Надо отталкиваться от того базиса, который у тебя есть. Для того, чтобы были такие хорошие ресурсные классы, вот это мы говорим сейчас про ресурсный класс, когда есть тьютер, когда есть обученный педагог, и мы в этот ресурсный класс спокойно сажаем нейротипичных детей, нашего ребенка с другим девиантным поведением, психологическим, психическим состоянием, там, не знаю, ментальника и так далее, или, в принципе, любого другого ребенка, у которого есть любое другое состояние, инвалидность и так далее. А у нас есть такие педагоги в нужном количестве? Они у нас были. Нет. Чтобы вы понимали, вот самое страшное для меня личное и моя самая большая боль, поражение, тирея была, когда я давала и вела курс для младшего медицинского, нет, среднего медицинского персонала, для медицинских сестер. Когда я пришла, я стала рассказывать вот это вот. Прежде чем взяться за коляску, должно человек спросить сайтики, в смысле? Ну, то есть, они люди практически как роботы. У них про общение, взаимодействие психологического уровня нет вообще. И когда с ними начинаешь об этом разговаривать, они просто теряются. Их этому не учили. Никто не учил наших медицинских сестер тому, как правильно общаться с человеком с инвалидностью. Хотя в медицинском учреждении, чтобы вы понимали, ну хорошо, с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. Любой человек, попавший, не знаю, в хирурги, по умолчанию становится человеком с ограниченными возможностями здоровья, скорее всего, на какой-то определенный промежуток времени. И человек, который с ним работает, медицинская сестра, не знает, как с ним правильно общаться, чтобы ему не навредить, чтобы выстроить с ним грамотный диалог, чтобы все работало хорошо, как надо. И когда мы им рассказывали, там вот, чтобы вы понимали, самое большое, это я говорю, почему это было потрясение, боль и вообще неизвестно что. потому что половина из них ушло и плакала. И они плакали от осознания, что сколько, оказывается, простых вещей можно было сделать, но они никогда не делались. А вы считаете, что это как условно пасту с вилкой ложка есть? Ну, то есть, люди, в принципе, к этому, это известно, но кто-то ест вилкой, например, и если он попробует есть вилкой с ложкой, например, будет легче, и это от недостатки просто какой-то информации вывезли, по-моему. Боже, спасибо. Итак, весь прикол в том, вообще, давайте еще такой маленький вопрос. Кто-нибудь слышал про форматы мышления? Ну, хотя бы что-то. Короче, у меня есть такая классная фразочка, у меня был однажды прямой эфир с президентом нашей страны, и когда меня попросили рассказать об этом, я это выстроила в такую небольшую спище, назвала его так, говорила с президентом с душкалком на голове. Формат мышления это больше про наше программное обеспечение нашего мозга. Это и характер, и темперамент, и опыт, и знания, и прочее, 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 все, что в нас есть. Но формат мышления это конкретно следующее. Это то, как мы получаем информацию, как мы ее обрабатываем и как мы ее выдаем. Поэтому зачастую, когда мы работаем в коллективе, нам с какими-то людьми комфортно и грамотно, потому что у нас душ-шлаг на голове, и мой душ-шлаг квадратик. А вот у моего коллеги душ-шлаг там мелкая, не знаю, мелкую крапинку. А у кого-то в душ-шлаге вообще отверстий нет. И вот мы когда с таким человеком встречаемся, да, 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 душ-шлаг просто самый прикольный пример. Информация поступает, выходит, паста, ложка, вилка. А если мы встречаемся с таким человеком, то есть там хоть знак зодиака, все что угодно вы можете туда внести, то, как вы это воспринимаете. Но если наш формат мышления, свой формат мышления совпадает хотя бы по двум показателям, например, приема информации и ее обработки, или при обработке информации и ее обратной подачи, то там с ним хорошо работает. Мы друг друга быстро понимаем, мы с друг другом быстро сходимся, мы с друг другом очень быстро находим какие-то пути решения своих задач. Кто-то кого-то где-то подлавливает, кто-то кому-то где-то помогает, даже несмотря на то, что там твой коллег в этом вопросе проседает. А есть такие форматы мышления, которые с друг другом не совпадают. Если у вас вообще ничто из трех не совпало или совпало только одно, вам с этим человеком тяжело. Ну, например, другому вашему коллеге просто. Да? И вы там ходите и говорите, блин, я не могу, я 250 раз повторил. Простая информация, ну что здесь непонятного? А он сидит такой, да блин, ну мне не так надо, чтобы ты мне объяснил. Я не понимаю, объясни мне по-другому. А вы не можете. Не потому, что информация дурацкая, другая, а потому, что вы ее подаете в той форму, которую он воспринять не способен. Вот если мы говорим про форматы мышления, с точки зрения формата мышления, то вот эта вот подготовленная среда, в которой формируется какое-то действие, люди живут и так далее, и так подобное, позволяет получить хотя бы вот одну вот эту вот точку соприкосновения формата мышления. Что это такое? Нам всем читают сказку «Красный шалчак». Ну или давайте так, сейчас прям найдем несколько точек, но это не обязательно, что у нас с вами все по форматам совпадает. Давайте так, кому сказки вообще надо, читали родители в детстве? Класс! Нам есть с вами вспомнить, поностальгировать, мы с вами ретрограда. Круто! Погнали дальше. Кто может посидеть в пятницу с друзьями пиво попить? В пятницу, в субботу давайте так, мы по четвергам мишку пьем. Супер! Замечательно! У нас еще одна точка соприкосновения. Скажите, пожалуйста, кто любит современную литературу? Довлатов. Для меня Довлатов современная литература. Ну, это современная классика. Для меня до сих пор современная литература. Очень много есть точек, о которых мы можем даже не знать. Но эти точки в нас есть, и наше с вами взаимодействие будет проще. Если этих точек у нас нет, и мы о них знаем, не знаем, у нас их нет, наше взаимодействие будет сложнее. Почему очень много внимания? Вот еще мини-вопрос. Кто-нибудь участвовал в форумах? В каких-нибудь? Когда-нибудь образовывает, как-нибудь образовывает? Как-нибудь? Да, не. Вспомните, что первые два дня вообще пытаются делать? Ну, или первый день? Команду вас загнать, что-то с вами сделать, чтобы вы начали между друг дружкой общаться. Для чего? Только наладив коммуникацию в группе, можно с ней дальше что-то делать. Придумывать проекты, решать вопросы, все что угодно. Подумайтесь, задумайтесь над вопросом, откуда появились корпоративы. Корпоратив – это способ наладить отношения, взаимоотношения в коллективе, в команде. очень хорошо форму, очень хорошо какие-то брендштормы и прочее, прочее, прочее. Должны быть моменты и возможности состыковать вас таким образом, чтобы вы друг друга понимали, слышали и так далее. Опять возвращаемся сюда. Вот для того, чтобы большая часть группы тоже не противоречилась, не сопротивлялась и так далее, должны быть все учтены в этом. В среде должны быть учтены все. Если мы не будем учитывать вот это вот, ничего хорошего не будет. Следующий элемент, который станет опять-таки таким же, тоже из этой группы пойдет вот. Круто, класс. А если подумать и вспомнить о том, что мы с вами все не вечны, всем нам когда-нибудь будет за 75, соответственно, мы в любом случае тоже окажемся за гранью этого всего. Тогда вопрос, а нафига нужна была такая замечательная среда, из которой мы все в любом случае когда-то выпадем? Почему нельзя было сделать эту среду таким образом, чтобы даже в 75 нам здесь было комфортно? Не скажу, что круто, классно, но хотя бы приемлемо, комфортно и нас все устраивало. Устраивало всех остальных. Вот этот вот вопрос, давайте учитывать мнение большинства, когда мы говорим об инклюзии, немного и коррекция. Потому что их 12 с лишним миллионов. Как можно не учитывать мнение 12 с лишним миллионов, которые говорят, нам бы очень хотелось, чтобы пандусы были вот под таким углом и покрытие было такое, ну нам всем это удобно, пожалуйста, сделайте. Давайте это будет гостом. Вопрос образования, честно, так сразу переобулось и ушла от тему, вопрос образования очень сложный, его нереально решить за одну минуту. Если вопрос, связанный со средой именно бетонной, зданий, проектов и так далее, он честно немного проще, потому что здесь достаточно очень грамотно предоставить информацию, объяснить, ну почему будет лучше так, а не иначе. То в вопросе образования, образование это ж люди, это ж не здания. Образование это люди, которые будут говорить, я не готов учиться, я не хочу, а почему я должна, почему да. И приводя им примеры, которые работают в других странах или в других регионах, не аргумент. Я не хочу и все. Поэтому для того, чтобы говорить про образование, нам надо сначала вот кого-то вырастить, кто будет это понимать и кого мы сможем в этом в это все подставить, чтобы система работала, чтобы среда была доступна, чтобы среда была приемлемой для всех. Только так. И спасибо. И второй вопрос. Я же... Да. Я же... У тебя какие-то еще вопросы есть, а мы поступим? Да, у меня просто есть вопрос. Давайте. Рыжая, натуральная, да. А, нет. Я про бабушек. Я про бабушек и про то, что ты говорила, что достаточно давно, что очень сложно в зависимости от региона про дикость людей и тому подобное. Я не говорила о сети. Ну, в смысле, ты сказала, классно было бы этим закончить, но из этой серии ты согласилась. Я правильно понимаю, что аргумент из серии того, что у всех же есть какая-то старая бабушка, за которой все заботятся, ну, не в смысле типа моя личная, да, есть там какая-то условная Мария Петровна на седьмом этаже, которой я нет-нет, да и там покупаю хлеб раз там типа в неделю, это скорее вопрос свой-чужой и из него невозможно выбить вот типа в поле того, что таких бабушек много и вообще это группа людей, а не конкретный человек. Вот давайте вернемся, наверное, опять к регионам и я тебе и на этот вопрос отвечу. Отгадайте самый классный регион, который однажды зацепился за проект, который у меня был детским. Вот я вам уже говорила, да, что изначально у нас было все настроено на помощь детям. Профориентацию подростков одиннадцатиклассников для того, чтобы они обучались на редкие профессии и оставались работать в малых населенных пунктах, в школах, в детях, с ОВЗ, с инвалидностью и так далее. догадайте регион, который, послушав один раз пять минут, сказал, мы хотим с вами сотрудничать. Чечня, Крым. Супер! Чечня, Чеченская республика, инклюзивный центр, человек, являющийся директором этого центра. Сначала увидел мое имя, фамилию, искал меня по региону, потому что запомнил, что это Новгород. Я не знаю, сколько он нижегородцев пролистал, прежде чем понял, что это не Нижний Новгород, а Великий Новгород. Перешел туда, нашел проект, написал и попросил, а что надо сделать, чтобы вашу вот эту методичку попросить? Чтобы вы понимали, эта методичка у нас абсолютно бесплатная. Мы говорим только, вы постучите с нами, мы вам ее дадим, а вы нам оставьте какую-нибудь записуличку, что мы вам отдали. Просто я, человек, люблю статистику. Мне вот, чтобы я потом понимала, где чего сделано, и потом отслеживать, как это пошло все дальше развиваться. Мы ему отправили методичку. Мало того, что он прислал по своему подтверждению, что методическое пособие было получено этим центром, он еще расписал количество людей и их ФИО, кто прошел обучение по этому методическому пособию. И это была Чеченская республика. И я в полном восторге. И если честно, у них все карты в руки для того, чтобы им развивать инклюзию. Потому что у них есть определенные традиции, в частности, связанные с уважением к старшим. Ну, без включения, по-моему, нет? Это такое, тут, понимаешь, тут нельзя мерить вот этим хорошо-плохо. Вообще не получится. Тут можно мерить только вот этими вот базисами, как я говорю, что было изначально взято, на что мы опирались. Что у нас было, вот когда мы подошли и сказали, держите. Нам говорят, кто это сейчас будет брать. Находим человека, который это берет. Вот мы, когда общались с этим представителем Чеченской Республики, мы спрашивали, что у вас есть. У меня есть инклюзивный центр, у меня есть там 15 человек персонала, 60 человек детей, взрослых с инвалидностью, которые занимаются у меня в мастерских, есть вот это, вот это, вот это, вот это. Я такая, обалдеть, даже у нас такого нет. Держите, конечно, расскажите потом, может, мы у вас чему-то научимся. И плюс у них есть традиции, которые им говорят уважать старших, помогать всем, кто-то слабее. Поэтому у них инклюзия сейчас развивается. Может быть, невидима опять-таки для всех остальных регионов, но она развивается. И я уверена, что если все у них пойдет таким тэпом, она будет, ну, это будет один из передовых регионов, который инклюзию поставит прям, причем в образовании тоже. Потому что у них для этого есть все предпосылки. Других регионов по-другому. Северные регионы, наверное, сложнее всего. Именно вот если мы берем, как у нас заполярье, заполярье, да, да, арктическую программу и так далее. Все это, ну, просто потому, что есть менталитет жизни людей на огромном расстоянии, есть менталитет вот этот свой-чужой, и он достаточно серьезный, и ты не переубедишь, как бы, тут нет возможности такой. Ну и опять-таки удаленность от каких-то дополнительных программ, обучения и так далее. Есть еще вопросы? Давайте по вопросу. Давайте я последний задаю. Принус. Хорошо. От каждого вопроса. Да, вопрос такой. Очень положительно отношусь к альтруизму, и вот ты затронула вопрос в день, а вот как это все монетизируется? Монетизируется ли вообще? Изначально, конечно, нет, это был бешеный альтруизм. А, вот, давайте продолжим знакомство, раз на это вышло. Я многодетная мама, у меня трое детей, но старший ребенок является ребенком с инвалидностью. Вот вам мой мотив. Когда я попала в систему образования со своим старшим сыном, и педагог на протяжении четырех занятий, а я выпросила возможность не сидеть с ним дома, чтобы учитель приходил, а приходить в школу в отдельный класс учителя, чтобы он понимал, что он входит в школу, и все нормально. Так вот, на протяжении четырех-пяти занятий учитель с упорством пыталась заставить его посчитать яблоки, и говорила мне, ну, все очень плохо. Но он не считает, он не знает, я говорю, он знает сын, но дома-то уже он считает, и говорю, ну, или у меня гиполяночка уже, все, то есть, ну, кто-то из нас двоих немножко здесь не прав, давайте разбираться, кто. И когда вот мы в очередной раз с ним пришли, он уже все, математика, все, ненавистью-то, ну, как слышишь, что сейчас мы считать будем, его аж прям в красный цвет простает. Я говорю, а давайте считать тарелки с супом. У меня ребенок с органическим поражением ЦНС с элементами аутизма. Поведенческий аутизм очень сильно похож на обычный, скажем так, на обычное расстройство аутистического спектра. У него есть определенная выборочность в еде. Сыр, сметана, суп. Вот считай, сыр, сметана, суп хоть 10, хоть 20, хоть 150. Пожалуйста. Яблоки ни за что. Все. И засчитал. И она сидит такая, а как это? Я говорю, ну, так это ж вот тот самый пресловутый индивидуальный подход, о котором нам все всегда говорили. Вот в ингрузе он должен быть 100%. В противном случае машина не поедет, колеса не будет. Будет одно, но она не поедет. И как это все монетизировалось в дальнейшем? Кейс сети магазинов Магнит не монетизировался у меня нисколько. И я на самом деле не рассчитывала. Моя задача была другая. Моя задача была с этим кейсом показать, что система работает, что машина едет. Машина поехала, дальше монетизировалась. Ну, а это типа фонды, это меценаты? Нет, я не отвечаю с фонды. Я принципиально не стала делать свой фонд. Фондов огромное количество. И это уже превращается во что-то такое непонятное. Мне кажется, фонды уже друг дружкой теряются. Нет, все, чем занимаются фонды, прекрасные. Я не хотела делать фонды. И я оставила это все как самозанятость, как общественное объединение волонтерское. И у нас есть 115 человек сейчас, волонтеров, которые проживают в области, в городе в частности 93 человека, которые занимаются в Великом Новгороде инклюзией по проекту Добрый Зайд. Огромное количество маленьких магазинчиков, небольших бизнесов, которые прошли обучение по курсу. У них есть значок Доброго Зайца, у них есть нафилейка с нашим логотипом. И система работает, и все хорошо. То есть, я честно, после того, как у нас прошли обучение, по-моему, 15 небольших предприятий, я считать их перестала. Эту статистику собирает мой волонтер. Нет, не взяла значок, ладно, хотела показать. И альтруизм закончился тогда, когда деньги мне просто предложили. Сама я никогда не просила. То есть, условно говоря, допустим, завтра заходит эксперт-ритейл-групп, говорит, мы видели, что у вас делали для пятерочки, типа, мы, допустим, альтруизм или магнит. Тори, или магнит. Они конкуренты. Я про них говорила, что они заняли третьим, вместо второго, и по нам прямо видно, что мы радуемся, несмотря на то, что мы не первые. Ну, допустим, условно говоря, Петерочка говорит, хочу так же, как у магнита, и, допустим, вы говорите, ну, вот есть, допустим, наши методики, пожалуйста, пользуйтесь бесплатно, а хотите... у меня патент на авторское, и авторское право на патент. вы говорите, у меня патент. Изначально это был все ультруизм, я же говорю. Понятно. С магнита все бесплатно. Все, давайте, короче, заходите, обсуждаем, договор, раздвиги, повереги, все, супер, хорошо, есть несколько форматов обучения, как их можно пройти. Мы находимся на платформе сейчас, как это называется, что-то там, АИС, прочее, прочее, агентство стратегических инициатив, вот на их сайте мы находимся, как... Мы несколько раз входили в топ-100 лучших практик по стране, топ-30 лучших практик по стране, социальных, и так далее. И, ну, информация, это о нас есть, пожалуйста, обращайтесь. Вот, знаете, как значит, как работает, кстати, система значок-наклейка. Человек, который пришел в обучение, обращает значок, учреждение-наклейку. У нас есть небольшой такой полускрытый список организаций, которые это обучение прошли, они доступны в принципе для всех, но мы стараемся распространять через организации ВАИ, это Всероссийское общество людей с инвалидностью и ВАРДИ, это Всероссийское общество родителей детей инвалидности. То есть, непосредственно тем, кому это больше всего нужно. Вот. Ну и, собственно, получили информацию, что есть такая наклейка, прошел, увидел, заметил, тебе сказали, значит, пожалуйста, иди туда, скорее всего, тебе там точно помогут. Бывает такое, что обучение прошли два человека, работает там 20, понятно, не всегда на месте, но в любом случае это лучше, чем ничего. Вот. Да, цена вопроса есть определенная и на сайте стратегических инициатив она указана. по формату записи полного курса для конкретной группы, потому что надо понимать, я это говорила в самом начале, все зависит от того, кому мы даем эту информацию, потому что даже фотографы к нам вообще, у нас есть инклюзивные фотографы, фотографы, которые приходили и говорили, у меня столько таких клиентов, но иногда приходят, а я вот прям, ну, слабовидящих, слабослышащих понимаю, как фотографировать, как с ними общаться, ко мне еще мама хотела прийти у нее ребенок с синдромом давно или с раз, я не знаю, как с ними общаться, помогите, пожалуйста. И мы подготавливаем по запросу, рассказываем по всем нозологиям, мы разбили блок на 8 частей, вот тут у меня написано в основном, и что еще было ценно, например, для магнита, у нас был отдельный блок по профилактике выгорания специалистов, то есть мы учили продавцов, как не выгорать, что вообще есть такие небольшие хорошие практики, такие как ританская чайная церемония, кто знает, как правильно во время китайской чайной церемонии был случайный? Проливы. Там больше про физиологию. Чашечка берется 70 пальцев. Почему это важно? Потому что у нас на руках самое большое количество нервных окончаний. И если в этот момент задействовать все эти пальцы спокойно выкидывать у чашку чая за весь этот рабочий день, в какой-то момент ты посидишь первый раз и подумаешь, что за бред, что я делаю? Организм этот сигнал уже автоматически получил, он все равно какую-то нагрузку с себя достроит. Как-то свою нервную систему потихонечку туда перестроить. И это работает. Это не мне вам рассказывать, это не я придумала, это китайская чайная церемония, которая сколько там тысяч лет. Мы просто взяли то, что работает и дали, рассказали, показали, объяснили, почему это именно. Ну и собственно также у нас есть блок по поведению в экстренных ситуациях, в чрезвычайных ситуациях. То есть как правильно скорую вызвать, как правильно объяснить, что произошло и так далее и так далее. Ставите еще вопросы. Да, у меня вопрос такой. Для создания инклюзивной среды получается больше нужно образование тех людей, которые будут взаимодействовать с людьми с ограниченными способностями. Какой процент дизайн или проектирование самой следы, имеется в виду пандусы, какие-то еще элементы. Какие примерно элементы нам остается скажем так для дизайна студии? Если мы говорим про здание, сто процентов. Сто процентов. Потому что если мы создаем больницу, любой вообще кафе, центр, развлекательство, все что угодно, первое что, это здание. То есть если мы говорим про дизайн и прочее, 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 сто процентов у вас должна быть вот эта вот, ну это ваша работа, да, как бы, все, что остается вам, сто процентов здания. Если мы говорим соотношения с людьми, давайте 50 на 50. Я не могу вам здесь посчитать. Потому что есть здания, которые вообще непригодны для этого, но там есть обычные люди. Я могу сказать, что там вот люди, ну процентов 89. Ну а что у нас входит в здание? пандусы, про пандуса все знают, да, вот дальше указатели. вот, вот сюда смотрим. Взаимодействие. Слабослышащие люди, слабовидящие люди, люди с тяжелыми нарушениями речи, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Опорно-двигательный аппарат чаще всего, то есть это вот ДЦП, колясочники и так далее, люди, передвигающиеся на инвалидных кресла-колясках. Сюда же в эту группу мы сразу относим пожилых и семейных с коляской. То есть когда вы решаете проблему казалось бы одной группы, вы на самом деле уже задействуете четыре и делаете для четырех групп хорошо. Вот это, кстати, не инклюзия, это вот как раз про безбарьерную среду. Следующее. Если мы смотрим про вот у нас седьмой пункт задержки психического развития и сюда же мы относим людей с ментальными нарушениями. Это же не только те люди, у которых стоит прямой диагноз. Это же, например, то, с чем сталкиваемся мы сейчас, жители больших городов. Это панические атаки. Это когда наша нервная система перегружена настолько, что даже не имея никакой инвалидности, не имея ограниченных возможностей здоровья и прочее, с нами может случиться надрыв, надлон и так далее. И мы поведем себя ну, не совсем привычно, как от нас ожидают. Так вот, для того, чтобы нас тут же не вызвали нам специализированную машину и не отправили нас в специализированное учреждение, люди должны знать и понимать, и следа должна быть подготовлена таким образом, что я не упаду на пол, а я возьмусь, например, замечали в больницах есть такая классная планочка деревянная прибита, для того, чтобы пожилые люди могли за нее держаться, когда идут по стеночке. Так вот, если будет такая планочка, она где-то там сколько она метров высотой, 90-90 метров высотой, и человек, у которого паническая атака, он понимает, что он сейчас упадет, так он не упадет, он по стеночке тихонечко спустится хотя бы на колени. То есть, есть столько маленьких нюансов, которые можно учесть и сразу всем будет хорошо. Вся проблема в том, что для того, чтобы это собрать, надо посидеть, как бы воружить с этими все учебниками, со всеми этими специалистами. Поэтому мы курс, конечно, пытаемся продвигать, продавать, рассказывать о том, что он поможет и дизайнерам, и кому угодно. Мы, наверное, только программистами сильно понадобимся. Как бы они там сами в себе за санитаром. Мы для фонда соединения разработали, ну, как-то, мы, мы разработали гид по веб-адаптации для людей как раз. Я прям программисты в том плане, извините, пожалуйста, что перебью, сидит программист работает, и мы вдруг такие, хочешь наш курс по инклюзиам такой, в смысле, уведяюсь, поэтому я все здесь делаю, как бы, вы мне тут не упали. У меня заказ пришел, мне все равно, кто у меня заказчик, человек с инвалидностью, не с инвалидностью. Я его, скорее всего, вживую не увижу, у меня весь мир в компьютере. Но это такая, знаешь, как шутка-пребалутка. А то, что разработка есть специальная программа, это вообще супер. И я знаю, есть специальные игры, есть игры для людей, у которых, это в частности, тоже опять возвращаемся к Ивану Бакаидову, он же программист разработал линку, по линке человек, у которого нет возможности разговаривать, двигаться и вообще что-то, а двигаются только глаза, есть возможность общаться. Человек набирает этот текст с помощью движения глаз, а специальный робот подзвучивает это все. И почему линка названа? Он для своей подруги эту программу разработал, и Лина заговорила. Лина – это именно той девочки, для которой она разрабатывала эту программу. Крутой чувак, позволен кому-то заговорить, человеку, который всю жизнь молчал. Поэтому нет, и в программировании можно все это совершенствовать, найти и сделать, и так далее, это тоже классно, круто, здорово. Но мы, например, сейчас пытаемся довести до ума, ладно, маленькая, тайно открываю, довести до ума специальную кнопку, открывающую дверь туалета, для того, чтобы ей могли пользоваться и люди на колясах, человек без рук и прочее, 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 прям вот все-все-все, и законсентовать им. Потому что, опять-таки, она решает тоже огромное количество проблем. И в вопросе пандемии она была максимально актуальна, когда как бы руками вообще не хотелось ничего пробовать. Ну, раздвигающаяся дверь в туалете – это странненько, такая кнопка помогла решить вот этот вопрос. У нас, кстати, есть подразделение промышленного дизайна, потому что есть какие-то вопросы. Ну, пожалуйста, залейте, мы там поработаем. Накидывайте идей на все открытое. Вот. А в частности, все равно можно оставить для этого. А он все равно делается. Да, да, да. Вот, если будет максимальное количество знающих людей, что ездит у нас 12-15% с инвалидностью, у нас вообще все очень быстро поменяется. У меня еще один вопрос. Извини, пожалуйста. Возможно. Методологии используют. То есть, предположим, я на примере, я, наверное, не смогу оформить нормально, но вот, на примере, есть тактильная плитка, да, очевидно, там, и есть конкретные руки, которые тактильную плитку кладут. То есть, у них есть схема, там, мастер-план или еще что-то они видят, желтые, здесь пупырки, положим пупырки там или полоски, мы их кладем. В итоге полоски кладутся не вертикально, а горизонтально, потому что для них не имеет значения, ну, то есть, как бы, да, четкая схема, методология того, как это должно происходить, нету, либо она нечитаема, либо еще что-то. Такие нюансы, куча мелких таких нюансов, которые, в том числе, ты сегодня упоминала, их нужно правильно преподносить и как-то правильно либо задокументировать, ну, там, в законе, либо еще как-то. Вот как вы с этим работаете, чтобы все это, вот то же самое, то, что ты говорил про плашечку, да, типа 70-90 сантиметров, где прописано, 70 или 90? Учить СУЗы. Учить СУЗы. Учить строителей. То есть у нас средне-специальное учебное заведение это кто? Строители, парикмахеры. Кстати, парикмахеров учили, получили просто офигенный результат. А строители пока не учили очень бьемся за то, чтобы у них обязательно было все это. Потому что кто вас, правильно ты говоришь, кладет? Даже вот, пример. Разработали вы все, вы все сделали, дизайн-проект, здание, всего-всего. Всю доступную среду прописали как надо. Мы приехали, проконсультировали, сказали, да, ребята, супер-классно, подписываемся под каждой буквой. Приходит на работу Иван Иванович такой, я 30 лет знаю, как эту плитку класть. Идите, вы знаете, куда со своими записюльками? И кладет вот так вот все. Для того, чтобы Иван Иванович так не говорил, ему вот здесь должно это все рассказать. Рассказать почему? И объяснить. И сказать что-то по-другому. Ну нельзя никак, пойми, да, ты можешь положить, но она тогда работать не будет. Ну то есть, это вот вариант, да, поставь 4 колеса и параллельно друг к другу, вот так, да, вдоль машины, а поперек машины. Классно у тебя тачка будет, ездить только Богом. Ну, это новое общество надо создать, в смысле, нет? Ну да, опять-таки, это только учиться. Это туда же, вот, про образование, когда будут учителя и школы инклюзивные, когда мы научим таких учителей, когда у нас будет плитка и дизайн проекты все выполнены без переделок каких-то, когда у нас будут обученные строители. Мы поэтому в просвещение сейчас сорвемся и просим, давайте, пожалуйста, мы вам все сейчас сделали, давайте, вот, все, вот возьмите только, возьмите. Какой горизонт планирования? Ну, то есть, реализация примерно у тебя в голове, ну и в целом, у вас в голове такой инклюзив, идеальные розовые мечты. Нет, это все-таки реальность будет. Мне очень понравилось, когда я разговаривала, кстати, с одним из знаменим министров просвещения, Александром Вячеславовичем Бугайовым. Я села к нему и говорю, слушайте, Александр Вячеславович, вот, если у нас получится с магнитом довести, он такой, стоп, не если, а когда. Вот, что ты понимала горизонт планирования, когда я выходила на них, все это происходило сентябрь 2020 года. Первая группа, которую мы обучили. В апреле 2021 года уже был сделан дистанционный формат, то есть были сняты ролики, они были загружены на платформу. В июле месяце нам скинули первый показатель, обучились 4700 человек. Полгода оставили на обратную связь и сбор информации, насколько это пригодилось самим продавцам, насколько были отзывы от посетителей. Полгода прошли, 2022 год, запустили на всю сетку, программа стала федеральной. Ну, когда мы тут в последний раз об этом говорили? В июле. В июле это было уже 220 тысяч человек более. А я планировала это все делать пять лет. Ну, как бы, случилось все быстрее. Я больше не говорю. Горизон планирования вот с этим. Вот с этим, да, да, да. Так как только разрешат и скажут, давайте, первое поколение, второе поколение, третье, через четыре года. Через четыре года у тебя будет уже обученный специалист. Если это будет третий, четвертый курс, то есть финальный, ну, значит, надо чуть побольше как бы этого дать. То есть, типа, это не 10 лет, там, 20 лет в формате пока поколение сменится? Ребят, вы чего? У нас информация меняется, считается неактуальной. Уже, если раньше так было, да, когда информация теряет свою актуальность через год. Потом это время сократилось до 8 месяцев. Сейчас это считается полгода 5 месяцев. Какие 10 лет? Нет. Сейчас информация очень быстро уходит и доходит до какой-то точки. Поэтому я говорю, когда я планировала, что через сколько у меня получится всю сетку охватить магнитом, убедить их, привести аргументы, доводы. Я что только не делала и ездила. Это все было не нужно, потому что я в самом начале сказала, я попала в тех людей, которые так прекрасно понимали, что это надо. Они просто добивали, добирали эту информацию, насколько доступно мы все объяснили и преподнесли продавцам. И в итоге все. Полтора года. Меньше. Даже меньше. Пожалуйста. То есть тут, если мы про это говорим, 4 года максимум. И у нас уже будет какое-то количество, не все, какое-то количество будущего. которые будут уже делать все так, как нам нужно. Но есть же крупные компании, которые говорят о том, нам кофе, какое у вас образование, приходите, мы вас все равно учим. Даже Сбер так работает. По карьерной лестнице Сбера можно очень неплохо подняться. Потому что ты приходишь туда консультантом банковских продуктов, выполняешь план, норму, там, KPI издаешь прекрасно, включательный, и улучшают до кредитного менеджера. Потом тебя могут поставить руководителем филиала, и дальше, и дальше, и дальше. Ну да, там, в разных регионах свой каталог. Чувствуется в играл. Нет, серьезно, я работала в Сбере, поэтому я понимаю, что я говорю. Я сама так не делала, потому что мне в какой-то момент просто стало это не совсем актуально, но я видела девчонок, которые до этого доходили. Ну и это реальность. Поэтому, хочешь специалиста, научи его сам. Почему я во все это долбовалась? Потому что я понимала, что этого нет, а это надо. Ну, хочешь, тебе надо, ну иди и сделай, как-то. Ну, пошли и сделай. Все. Спасибо. А можно еще у них такой неформальный вопрос еще у значка доброго зайца. Есть ли возможность у людей, которые не работают в магазинах, у них необычные, которые просто поддерживают эту деятельность, либо получить его, либо как-то купить, чтобы просто, например, носить... Ну, мы скинули тебе дизайн, сделай с дома. Можешь с ним в офис идти. А если у вас есть штучка для печатки значков, приделайте. Просто было бы здорово, например, носить на том же рюкзаке, и когда люди спрашивают, просто рассказывают об этом. У меня подруга была такой. Я хотела, чтобы сегодня подруга с ребенка пришла. Вот она ходит со своим значком, и все. Есть ребята, которые там просто берут поддержку. И у меня тоже очень рад. Да я... Ну, это я... Это шутка. Без никаких подоездов. Как это... Я... Я не умею шутить, я плохо понимаю юмор, поэтому я никогда не говорю серьезно. А это все вопрос утрасузы, потому что здесь вредно-проидоз распространяется. Так, ну чего, все, все хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует...